Глава Славянского района Роман Синеговский провёл рабочее совещание, на котором были подведены первые итоги по формированию доходной части бюджета 2014 года. Районная казна формируется из собственных доходов, налоговых и неналоговых поступлений, например, арендной платы, а также из дотаций, субвенций и субсидий, предоставляемых в рамках краевых программ. Вступить в эти программы можно только благодаря плановой, грамотно построенной работе по развитию муниципалитета. В начале года в бюджет района не пришли поступления от подоходного налога от физических лиц в запланированном объёме. Это произошло из-за того, что многие предприятия по итогам 2013 года не выплатили 13-ю зарплату. Они пошли по пути сокращения премиальных выплат на сохранение рабочих мест сотрудников. В ходе совещания был обозначен ряд задач, выполнение которых позволит во втором квартале 2014 года выйти на ранее предусмотренный объём доходной части бюджета, Увеличивать неналоговые поступления в бюджет планируется в том числе и за счёт выявления земельных участков, которые не числятся на кадастровом учёте, но фактически используются. Во всех поселениях района будет вестись выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов путём использования земли не по целевому назначению. В конце совещания Роман Синеговский подвёл итог. По его словам, необходимо обеспечивать стабильное поступление финансов в бюджет Славянского района со всех источников, чтобы эти деньги возвращались назад к жителям новыми тротуарами, дорогами, освещением улиц, ремонтами соцучреждений, зарплатами учителям, воспитателям, работникам культуры.